Давай, докажи мне про Моисея Авраама Исаака Якова, я бросаю тебе вызов. Со всем уважением, но мы пытаемся вести рациональную дискуссию, верно? Я не кричу и не стерю. Я не подаюсь ему оцем. Давайте просто попытаемся поговорить. Ты пытаешься быть забавным. Я пытаюсь быть забавным. Это не уважение ко мне с вашей стороны. Я не делал какие-либо замечания о вас. И я не пытаюсь быть забавным. Я лишь хочу поговорить. Кто для тебя Моисей Авраама Исаака Яков? Пророки Бога. Каким образом? Бог избрал их для передачи его послания. То есть Бог существует. А кто вам сказал, что я не верю в Бога? Я мусульманин, конечно, я верю в Бога. Я не спорю о существовании Бога. Кто тогда Иисус? Кто тогда Иисус? Успокойтесь, зачем вы бьете стол? Кто тогда Иисус? Извините. Кто такой Иисус? Если вы дадите мне минуту, я объясню. Хорошо. Иисус — это послание, которое был создан Аллахом. Создан кем? Создан Аллахом. Создателем. Это термин для обозначения Бога. Поэтому Иисус — это человек, который был создан Богом. У него не было Отца. Он родился чудесным образом. То есть вы верите, что Он посланник? Да, мы верим, что Он посланник. И мы верим, что Он Мессия. Мессия означает, что Он выбран Создателем для выполнения конкретной Мессии. Да. Так что это то, во что мы верим. Но мы не верим, что Он Сын Божий. И мы не верим, что Он умер за чьи-либо грехи. И мы не верим, что Он Бог. То есть вы... Это наша вера. Но ты не можешь верить в Святую Троицу без этого. Но я не верю в Троицу. Но если ты веришь в чудесное рождение, это не имеет смысла. Почему? Но если ты веришь в чудо... Покажи мне логически, где здесь весь? Это у тебя в голове. Объясни мне логически. Потому что, если мы посмотрим на Марию, она мать нашего Господа Иисуса Христа. Нет, она мать человека. Как говорится в Евангелии от Матфея, во все времена назовут меня благословленным. Но ты не имеешь никакого отношения к тому, что мы говорим. Благословленный. Да, конечно, не имеет. Там сказано, ты благословлена среди женщин, и благословлен плод твоего чрева Иисус. Но это не то, о чем мы говорили. Ты сделал утверждение, что чудесное рождение не имеет смысла за пределами Троицы. И я попросил тебя продемонстрировать, почему. Но ты не смог сделать этого. Этого не происходило. Но тогда давай покажи. Ты высокомерный. Почему вы нападаете на мою личность? Ведь я не пытаюсь нападать на вашу личность. Человек был распят на кресте. Знаете, я должен уважать вас из-за вашего возраста. Поэтому я смиренно попросил бы вас не оскорблять меня. Когда Иисуса распяли на кресте, этот солдат сказал, «Истина, истина, этот мужчина – Сын Божий». У меня нет проблем с этим. Но я говорю, что это высказывание никоим образом не доказывает существование Троицы в какой-либо форме. Бог не умирает. Бог вечно живой. Это очень основная концепция, которую знает каждый ребенок. Бог всегда жив. Если вы верите, что Иисус умер, то Он не Бог. Потому что Бог не умирает. Люди умирают. Бог не становится младенцем. Если ты отрицаешь Иисуса, ты отрицаешь всю Библию. Но Библия не моя книга. Это ваша книга. Я верю в Коран. Значит, ты отрицаешь Коран. Где в Коране сказано то, что вы говорите? Коран не говорит то, что вы говорите. В Коране говорится, что Иисус – слуга Бога. Евангелие от Матфея, Марка, Луки и Иоанна, они говорят историю жизни Иисуса Христа. Да, я знаю. И когда Он был на кресте... Да, я знаю. Я знаю, что ты не веришь, что Иисус сделал чудеса. Конечно, я верю. Почему ты отвечаешь за меня? Ладно, приведи мне хоть одно Его чудо. Мы верим, что Иисус исцелял людей, если порожденных, и воскресил мертвого. И на самом деле в Коране есть чудеса, которых нет в Библии. Как то, что Иисус говорил в Колыбеле. В Библии Деяния, глава 2, 22, там сказано, что чудеса творит Бог через человека. Нет, Он Бог, Он Сын Божий. Нет, там говорится, чудеса, которые Бог сотворил через него. Спасибо, через него. Могу я закончить это? Давай. Там говорится, чудеса, которые Бог сотворил через пророков. Как Моисей, когда он разделил море. То, что ты творишь чудеса, не делает тебя Богом. Потому что Моисей творил чудеса, Авраам творил чудеса и другие пророки. Дай мне одно чудо Моисея. Он расколол море. Да, с помощью Бога. И у него была палка, которая обращалась в змею. Нет, это был посох. Не палка, это был посох. Ладно, нет проблем, нет проблем. Спасибо, что поправили меня. Ты высокомерный и пытаешься казаться смешным. Я не пытаюсь казаться смешным. Ты высокомерный. Ва алейка салам, брат. Ассалам алейкум. Высокомерный. Ладно, все нормально. Мне жаль, что вам так кажется. Нет проблем. Ты оскорбляешь Библию. Где я оскорбил Библию? Как я оскорбляю Библию? Вы можете сказать «Троицу». Но я не верю, что она есть в Библии. Как я оскорбил Библию? Вы можете сказать, когда я оскорбил Библию? Когда ты спросил о святой троице. Значит, если я спрошу о троице, я оскорбляю Библию? Да. То есть, как христианин, вы не можете задавать вопросы? Нет, вы можете. Но я задал вопрос. Вот, ты снова ведешь себя глупо. Я не веду себя глупо. Я лишь задаю вопросы. Если вы чувствуете, что я веду себя глупо, я не держу вас здесь. Если вы не хотите говорить о мной, не говорите. Почему ты держишь Библию? Я купил ее. Это моя Библия. У меня есть право покупать ее. Ты читал что-нибудь из Иоанна? Да, я прочитал всю Библию. И весь Иоанн полностью. То есть ты прочитал всю Библию? Да, и весь Иоанн тоже. Но ты не читал весь Коран? Нет, ты не читал. Нет проблем. Это то, во что вы верите. Нет. Слушай, если бы ты прочитал, ты был бы святым. Если бы я прочитал Библию, я был бы святым. Можете ли мне сказать, что значит святой? Это означает благодать. Это значит, что ты держишь это и хранишь это. И ты используешь это как благотворительность. Ладно, как это? Это благотворительность. Так вы сами святой? Я надеюсь, я пытаюсь быть. То есть вы святой, а я нет. Ладно, хорошо. Нет, 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 я пытаюсь быть. То есть я не пытаюсь? Я не говорил это. Можешь попытаться быть святым, но невозможно всегда оставаться святым. Потому что мы простцы и смертные. Но твоя Библия говорит, что мы в грязи грехов, и вся наша правда грязна. Нет, нет, это чушь. Там сказано, как старая одежда. Мы словно листья мертвые. Нет, это чушь. Это Висея. Это Исея 64-6. Нет, это чушь. Он говорит, что этот стих чушь. Ладно, нет проблем. Вы можете прочитать Библию. Вы можете прочитать Исайю, и вы увидите это. Нет, это не чушь. Нет, там сказано, как старая одежда. Нет. Ладно. Ни один человек не похож на старую одежду. Но вы не согласны с Библией, и они со мной. Я не говорю этого. Вы хотите, чтобы я показал этот стих в Библии? Ты должен говорить с ним, ведь этот мужчина просто неадекватный. Я не знаю, он просто слушает. Да, как там написано? Люди говорят нам, как мы можем доказать, что Святая Троица реально? Если мы посмотрим, например, на Марию... Это не то, что мы спрашивали. Но я позволю тебе закончить. Но это не то, что мы спрашивали. То, что ты делаешь, называется конфискация. Я даю тебе ответ. Ты делаешь конфискацию. Ты отвечаешь на вопрос, который я не спрашивал. Ты перебиваешь меня. Но я не задавал тебе этот вопрос. Ты перебиваешь. Ладно, прошу, говори. Без Марии не будет никакой благословленной Троицы. Без Марии ничего не будет работать. Потому что, если бы не существовала Мария, не существовало бы Иисуса. И не существовало бы никакого пророка. Я согласен, не было бы никакого пророка. Но Троица не имеет к этому никакого отношения. Нет, имеет. Но как? Объясни как. Потому что Отец был первым. Я не хочу с вами говорить, потому что вы оскорбили меня несколько раз. Я хочу разговаривать с Ним. Прошу, говори. Отец был первый, Иисус второй. Позвольте Ему. Дайте Ему сказать. Он собирается стать священником. Он сам может справиться с этим. Ты ведёшь себя нагло. Когда священник благословляет кого-то, он делает это во имя Отца, Сына и Святого Духа. И даже Иисус сказал это, крестите людей во имя Отца, Сына и Святого Духа. И когда Пилат сказал ему, где твое царство, и он ответил ему, сказав, мое царствие не от мира сего. Ты можешь показать мне кого-нибудь из его учеников, крестящих во имя Отца, Сына и Святого Духа в Библии? Конечно, Петр, Павел... Где? Можешь показать мне где? В каком стихе? Покажи мне стих, где они крестят не просто во имя Иисуса, но во имя Отца, Сына и Святого Духа. Прошу. Это хорошая практика для тебя, чтобы стать священником. Нет, ты снова ведешь себя высокомерно. Иисус говорит, вы не должны испытывать Бога. Я испытываю тебя, а не Бога. Ты что, Бог? Я испытываю тебя. Ты наглый, и я задаю тебе вопрос, а не Богу. Ты наглый и высокомерный. Вы вместе? Да, они вместе. Я лишь спросил. Нет, ничего. Я скажу тебе кое-что. Очень сложно быть христианином. Но насколько сложно быть мусульманином? Я бы сказал во много раз. Был человек, который пытался совершить убийство несколько недель назад. Деяние. Деяние апостолов. Какой стих? Деяние, глава 2, стих 3-8. Ты можешь прочитать? Петр же сказал им, покайтесь и докрестите каждый из вас во имя Иисуса Христа. Я ведь сказал во имя Отца, Сына и Святого Духа, а не Иисуса Христа. Мне нужен стих, в котором они крестят не просто во имя Иисуса, а во имя Отца, Сына и Святого Духа. Прошу. Я был очень ясен. И другие записи говорят, что в книге Деяния и апостолов они крестили во имя Иисуса. Хорошо. Мое утверждение было не только во имя Иисуса, но во имя Отца, Сына и Святого Духа. Я был очень ясен, говоря это, поскольку я знаю, что они крестили во имя Иисуса. Могу ли я сказать вам, почему я задал этот вопрос? Потому что есть люди, которые говорят, что этот стих является вставкой. Этот стих в Библии, который ты упомянул. Потому что ученики не ослушались бы Иисуса. Ты веришь, что ученики ослушались Иисуса? Да, Петр сделал это. То есть они ослушались Иисуса? Значит, они не являются хорошим примером. Тогда кто из них повиновался Иисусу и крестил во имя Отца, Сына и Святого Духа? Ведь все они ослушались Его. Нет, они повиновались Ему. Нет, я говорю о крещении. То есть ты хочешь сказать, что все его ученики ослушались Его в крещении? Когда Он приказал им крестить во имя Отца, Сына и Святого Духа? Ты снова ведешь себя глупо. Я лишь задаю вопрос. Я думаю, что нет смысла в этой дискуссии. Если вы продолжаете повторять, что ты глупый, ты высокомерный. Петр отверг Христа перед распятием. Но после распятия первым, кому просил Иисус, был Петр. Ладно, нет проблем. Если у вас есть... Отец и Сын. Кто тогда Сын? Конечно. Это Троица. Отец, Сын и Святой Дух. Конечно, я понимаю, что вы верите в это. Но так как я задал вам несколько вопросов, я буду рад ответить, если вы хотите спросить что-нибудь об исламе. Я не против поговорить о нашей вере. Или во что мы верим. Я рад ответить. Если нет, то было приятно поговорить. Иудеи. Простите. Почему вы ненавидите иудеев? Кто вам сказал, что я ненавижу иудеев? Я сказал, почему. Кто вам сказал, что я ненавижу? Я не делаю этого. Зачем мне ненавидеть их без причины? Почему вы это утверждаете? Ты уважаешь все религии? Что вы имеете в виду под уважением? Позволять им исповедовать свою религию? Да, я считаю, что каждый имеет право исповедовать свою религию. Во времена пророка в Медине были евреи и христиане. И они практиковали свои законы. И также в Андалусии и в Испании у них были свои общины и суды. Когда была Исламская империя, у них были свои собственные суды, и они применяли свои собственные законы. Ты веришь, что ты получишь спасение? Это зависит от Создателя. Если я умру как мусульманин, тогда я попаду в рай. Куда? Я попаду на небеса. Это то, что вы называете райом. Рай и небеса — то же самое. Почему люди убивают во имя Хама? Хама? Кто такой Хама? Ваш Бог. Это не наш Бог. Вы имеете в виду пророк Мохаммед? Да, да, да. Ты знаешь, что я имею в виду? Знаете, у меня достаточно уважения, чтобы называть пророков их именами. Так что пророк Мохаммед — посланник, он не Бог. Почему вы верите во взрыв людей? Я не верю в это. И то, что вы получите девственниц, 10 или 12 девственниц на небесах. Я не верю в это. Я не верю, что если ты взрываешь себя, ты получишь это. Это произошло, не так ли? Это происходило точно так же, как крестовые походы, вторжения в Ирак и в другие мусульманские страны. Все это произошло во имя христианства. Во имя христианства. Да, мы потерпели неудачу. Это произошло. Ладно. Так эти люди же не представляют христианство. Ведь эти люди не представляют христианство. Я не отрицаю это. Я не отрицаю, что христиане были плохими. Конечно. Мы говорим, что мусульмане могут быть хорошими или плохими. Но ислам идеален. Мусульмане — это не ислам. Есть разница. Мы говорим, что мусульмане тоже не идеальны. Есть хорошие мусульмане, есть плохие мусульмане. Христиане не идеальны. Все люди не идеальны. Вы не согласны? Как долго ты читаешь Коран? Насколько хорошо ты его знаешь? Сколько ты читал? Всю мою жизнь не читаю. Как много я знаю? Очень мало. Мне нужно узнать гораздо больше. Ладно, спасибо. Нет проблем. Хорошо поговорили. Альсаляму алейкум, братья и сёстры. В связи с замедлением YouTube в России и возможной блокировки, подписывайтесь на мои другие платформы Telegram и Boosty, чтобы вы не потеряли нас. Я публикую там видео без рекламы. И они открыты для всех, кто хочет смотреть. Так что подписывайтесь. Иншалла в этом будет польза для вас. Ссылку я оставлю в закреплённом комментарии.